мои дорогие мои любимые всем здравствуйте вы на канале пиратская жизнь с вами не ног привет 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 его ван а вот у нас тут разливают сок ребятки мы сегодня решили немножко попраснувать и заказали хинкали хинкали давно мы этого не ели такие от хинкали из доставки доставки ну давай давай мне маленький все хочется так ребятки поливутся у нас сегодня вот такая вот и корочка бутербродики с икорочкой я восстанавливаю мужа чтобы у нас не болел а у меня зайти у меня с детства икра всему голова она восстанавливает здоровье просто на глазах вот увидите завтра уже побежит вот побежит девочки побежит вот помените мое слово завтра уже пойдет своими ногами так что приятным аппетита хинкали мы заказывали в службе доставки вот у нас три с баранины от фуни нет три с говядиной и зеленью и 2 картошка и сыр так как нам нельзя пока что жирные сорта мясо ну правда вот здесь вот хлеб хлеб да ну смысле тесто вот ну я новым в общем поменьше ешь тесто вот приятного аппетита но все ван давай я отмечаю сегодня мои красивые реснички видите мне еще очередной раз удалили брови вот на я ксень красивая до вам потихонечку останавливаться очень за нас за нас в общем отмечаем все хорошие вот давно кстати микро или ну давай налетай так вот эти вот картошки давай сначала с мясом с говядинкой девочки у вас есть какая прелесть хорошее хинкальки у крупных стать таким они дорогие я себе еще взял такой соус на шарап а ты решил с бутерброда как соскутился поедет по этой прикрета так попробуют налить на шарапчика из маршарапа у меня такой еще из турции остался вкусу я сейчас налью чуть-чуть и внутрь налей ребятки они с говядинкой чисто говядина очень вкусные кстати сучные прям такие знаете хорошие супер 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 я даже зелень накидала зелень помидор огурцы мои любимые черри и горько нормально для кранерки кстати вела что-то мне захотелось именно не горбуша вот нерку попробовать дорогая собака но там еще на пару раз осталось я очень аккуратненько разложила ну конечно тоже видите тоже это сыршник да там есть сыр картошка 2 сыр картошка и 3 с говядины вот как вкусно как мы давно вкусно так не ели я же соскучилась по хорошей еде а вам скажем все лучше поэтому я думаю давай-ка давай посидим отметим без алкоголя жалко конечно сейчас богинца красненько но без этого скин золь кинзятинкой достаточно-таки сочные ты тестами не трескай попробуй с мясом очень вкусно очень вкусно паха и прелесть какая прелесть такая вилка еще тут ложка ты это руками-то лизу овощи с утра надеюсь утренние у нас эти дали воду и обратно на силу довольно дали слава богу воду прям замечательно точнее может из тазика вылить эту девочки пришла залила все тазики всем идем кастрюльки крупные чтобы она остывала ну а вдруг скажет за все трех часов ну да не в туалет не сходить не руки помыть ничего я очень ведь облинилась говорю ничего хоть не хочу готовить а как мне готовить целый этот кипяток просто идет кипяток невозможно было а как готовишься на какая-то влага нужно все у меня выходной выходной а у нинки сегодня вы одной хорошие чем башник вешенка льда ты тоже хочу попробовать сидел с картошкой сыром а цифру один цифру один овощи фрукты волгоградский обувь 35 я сегодня арбуз купила арбуз без косточек хотел сейчас порядку придумал завтра же порежем сейчас охладиться будет вкусно приятно так с нашарапом сейчас знаете сидела смотрела короче вот эту доставку да и думал так что нам можно и везде один шашлык пицца роллы и ближе и ничего нам нельзя картошка сиром пышка в оригинальном здесь по сути как пюре пюре с сыром слугу не пришел кстати отчувствую прикольно начинки прям вагон вообще не пожалели это какой-то доставка хинкали называется просто хинкали я прям набрала хинкали мне было хинкали вот видите люди не заморочились и просто взяли вот так вот вкусно вкусно там с вами были всякие баранина, свинина, говядина сам популярный прикиньте даже хинкали просто с говядиной очень сложно найти вот так вот доброта у меня как мясо с ким dry вот эти с картошки 50 рублей на штучку вот из говядины 70 60 он 60 10 химкальков нам пошли 600 рублей 10 как что-то бы нормально чем-то так такая быстро должны были еще через полчаса привести они уже прежде на это только раньше жига вкусного с этим со шпинатом просто прикуску вкусно с картошкой тоже очень оригинально а плюс они на пару они не жареные . полезно честно правда конечно это единственный нюанс немножко то можно я думаю у меня там лежат знаешь пельмени а чёрные пельмени не считаете мне пожинат пельмени же ржаной муки ну да они помню таких не делал я тоже не стояла сидела выбирала и смотрю там сайте там роллы из чёрной на чёрном рисе прикольный такой все прям мне понравилось прям роллы или сашими роллы даже с чёрным рисом наверно короче я выключу ты отвлекаешься чего отвлекаешься кушай кушаю форума такая красивая янкальки ну ничего мы с вами еще и роллы поедем тоже на этом смотрю какие-то поки были поки туда-сюда там грубая порезаны как салатик так вот это все положено в коробочку такими же когда тык-тык-тык-тык типа только перемешай и везде рис везде рис везде в этом поки везде рис а сочи мы когда были мы там еле жареные как они тоже вкусные не прям жарят во фритюре я тоже делали жарили он как всегда съел сначала карнир потом мясо сначала съел две хинкальки картошкой как попался так и ел да конечно ладно давай за все хорошее что ты нашел только на поправку что ты у нас не болел и соответственно хорошо себя чувствую из-за мои красивые брови в будущем мне девочки нарисовали говорит будет очень красиво а сейчас миша кровавые раны сегодня ремувером опять прогнали разочек и всю кучу опять деньг оставила ремувер ученок подорожал 3500 ремувер стоит ну смотрите ресницы сделал 2 300 магазин зашла опять минутку деньг оставил мячем заглушла вам нарядом нету стоп-сигнала нету пошла бабло троить так когда тебе там и твои ведь и пришлют больничные у нас деньги закачиваются на правом а там как соответственно сейчас закроет один да и тут уже будет как бы активный ну я уверена завтра он открыт еще один так что там еще заживать и заживать так что там стоять на шарап ну я вам съем скоро вкусный на вкусов ты задумал что вкусная еда поступать ну короче вам молодец хороший ужин приготовила девушка все своими руками все своими руками с утра пораньше вставать это замесила да все я на звонил и доставили только что ты этого не сделал ну что ты не позвонил вкусная стала напоследок что ты уже порол агачеты скорой еще раз-раз-раз-раз все вот это все еще не звонят только иран так это не принаглел вот лежал два бутерброда с моей стороны нет взял самый жирный выбрал цикрой так как только попавшийся подвижнет быть утром нет он тянется дальнюю ну конечно он дальше это ближе всех он меньше прям первый попавшийся меньше казался ну конечно меньше казался да и ты издалека а с моей стороны он как то покрупнее смотрелся да ну может быть всю икулу взял тебе жалко икры да Да. Вообще-то это не на одного. Там вот было гармонично. Два маленьких, два большеньких. А ты взял, сажал все два больших крупных. А икры-то одинаковые все равно. Да, конечно, одинаковые. Ну все. Завтра специально ложку просто икры съем. Просто так, письмо. Да, съешь. Компенсация будет. Может, прям сейчас есть. А легко. Компенсация. Ее тут на икру. Было. Было. Осталось. Ох. Девочки, как берем икру. Так вот, ложкой. И прям так. Да. Ты сказала ложку, хоро. На. Все, видите, совсем заживались. Икру ложкой нажимаем. Не, ну вкусно. Господи, мы последний раз икру ели когда? По-моему, Новый год. Сейчас уже полгода прошли. По-моему, Новый год. Я уж не помню. Она так редко бывает в нашем доме. Уже я забыла, как ее смотрится. В то время, после Нового. Я вообще не знаю, что-то поздно будет дочь. Ну, накапает. Какой идиот. Что? Хочется попасть на каком-нибудь сахалин. На шерстом этой икры. Двух срачки. Что бы это? Не хотелось даже. Я помню, белое солнце пустыне. Опять ты мне эту икру поставила. Видеть ее уже не могу, да? Угу. Хочу вот так вот. Но, к сожалению, нет. Овощи кушаем. Он сидит. Все сожрал. Четь ждет. На меня смотрит. Вы говорите, что я в его тарелке постоянно пасусь. Ребятки, вот. Смотрите. Сидит, смотрит на мои хинкалики. Вообще я в камеру глирую. Это, конечно. Ты что, выпечу? А, кстати, еще и в платье. Чуть такое событие. Да, да, да. На. Угощайся. Не хочу. На, на, на. Не хочу. Я тебя составил. Конечно. Не хочу. Я все наелся, что ли? Ну, я. Мое дело проложить. Ваше дело в казах. Ой. Капель есть. 600 рублей никого народу. Никаких, главное, ехать не надо. Никакие кафе, рестораны. Какой-то ресторан у тебя на дому. Да? Дешевый еще. Радостно. Я так бы, что ты съел. Ну, и что? Что-нибудь будем считать, сколько овощей тут съел. Вот, понимаешь, икра, это да, можно посчитать. Хинкали можно посчитать. Они большие, как бы, заметно сразу. Да? А овощи, понимаете? А овощи, вот, не сразу замечаю. Я тоже заслужила. Даже взяться может. Ну, покажи, как. Показать? Так, тинкали, значит, я не буду, а икру буду, да? Ну, как-то так. Дай эту салфишку прийти. Ммм, вкусненько. Хожу. Там еще завтра-нагазавр есть. Да. Я экономно в этот раз. Кстати, очень классно. Вот я на этом бородическом хлебушке, ну. Да. Не хочу. Угощай икрой. Зажался? Угу. На. Не хочу. Девочки, вот так выглядит лицо зажаживающего человека. Ну, на, доедай. Не хочу. Вообще зажался, девочки. Икру ставишь, не живет. Самое. Ну, давай, бухти. Как космические корабли. Че? А че бухтик-то уж все, а? Бородят? Ссора большого пятна. Ага. У нас нет его. Ой, я всем прям с удовольствием. Завтра арбуз разрежу. Первая будет в этом году. А то мы еще даже арбуз не ели. Да, маленький его. Он без костей. Бескостный. Бескостный? И так он не может. Это оно, тесно. Арбуз без коточку. Арбуз без костей ивар, да? Да, да, да. А там, кстати, еще был желтый арбуз. Бескостный. Я не знаю. Желтый она? Рагнар, да? Рагнар без костей. Вообще-то он должен быть, если это японский, он должен быть квадратный. Не, он не японский. Он из Архангельской области. И виситомской. Не помню. Ну, короче, из какой-то там области, не помню. Если он желтый, он должен быть квадратный. Потому что в Японии такой вырастили. Помню, из селекции, квадратный желтый арбуз. Квадратный желтый арбуз. Так. Оригинальный. Бескостка, я что-то не помню, это кто. Не, ну вот такие, действительно, бескостка. Ну, такова просто, как они размножаются, эти арбузы. Как-то, какой простой. Если они бескостка. Мне кажется, там одна-то все-таки затесалась. Не знаю. Ну, завтра будем это резать и посмотрим. Хоть одна-то я доверяю нам затесалась. Мне кажется, просто, знаешь, там мало косточку. Есть такие же, знаешь, а есть арбузы с огромными костями, а эти арбузы такие маленькие. А что, что, только косточками, разумно умножаются, да? А чем еще? Арбузы, в частности, как это размножаются этими семенами. Да, да, да. Они там как-то покрыты семенные или что-то, как это называется? Запаривают, да, и так далее. По-моему, как-то по-другому они все делают. Это бахчевые. Бахчевые. Да. В дыне же нет косточек. Да и не есть. Не всегда. Есть всегда. В дыне всегда есть косточки. Там прям мелкие-мелкие какие-то. Тогда все мелкие. Ты давно дынь тут чистил? Да. А в том-то и дело, что обычно все это делаю я. Там мелкие косточки и желтенькие вот такие. Как думаешь, икра из кого это? Что производите? Рыба. Рыба? Точно? Да. Может она где-то отпочковывается? Отпочковывается? Это уже не рыба. Ее производит магазин. Ну, производите магазин. Нет. Ее рыба делает. Точно. А еще делают какие-то китайцы при помощи моей регулярной кухни. Слушай, икра красная уже стала по цене как черная. Пипеточка так раз так. И подкрашивает ее. Да-да-да. И пускает. И получается икра. Икра. Типа. На сайте нет. Вау. Я тебя икрой кормлю. Рагуши. Да-да-да. Чтоб ты завтра бегал. Прямо бегал. Это был твой последний день? Это мало будет. Мало будет? Ты килограмм, посмотри, сколько стоит. Че там? Посмотри, я знаешь, что посмотрел? Семь тысяч килограмм. Там у них это икра, короче, в банках была. Вот. И в банках она дороже. Там с 90 грамм. С стекло. Восемьсот пятьдесят рублей за 90 грамм. Восемьсот пятьдесят. С стекло. А это вот развесная икра. Их, я не знаю, какая их производство. Тоже так же в банках приходит, только в более больших. Вот и развесная. Слушайте, надо вот, где на рынке же продают. В заводской упаковке. Приходит в маленькой уже. Где у нас вообще икра производится? В смысле, это где она там? На Сахалине? В Астрахани. А, В Астрахани. Красная. В Астрахани черная. И красная тоже. Красная тоже. А, и только там. Так, даже. Форель, лососик, нерка, кита. Это где все у нас? И еще форель. Форель. Это же как красная рыба. В Дагестане есть. В Дагестане? Что же здесь написано, что-то производится. Северная Крыса, Московская область. Дмитров. Это завод там находится. Да, в Московской области. Ну, явно в Московской области какие-то они водятся. Икра нерки, свежий лоб, 21-го года. Это там завод находится, который упаковывает. Да, огурчики. Более большие эти упаковки. И по таким вот сетевым разводствам санитариям это большие объемы. Она, конечно, отличается, знаете. Вот брала тогда икру красную. По-моему, я не помню, лосось, что ли. Вот. И она там вся в воде. То есть она такая жидкая. Такая вся. Полопавшаяся. А она и более крупная. А здесь... Да, она более крупная. А здесь икринки мелкие. Сухая такая. Понимаете? И прям удобно ее накладывать. Она не растекается. А ты помнишь, это? На бутерброд кладешь, и она вся расплылась. Знаете, прям такая вкусненькая, хорошая. Вот. Иногда себя можно побаловать. У нас это повод. Есть рыбных хозяйств. Как раз в Московской области. Да? Да. Там нет. Вот как у нас есть. Не можешь оборить? Озеро. Выкупают. И там разводят рыбу. Ну, можно. Хороший такой. Хороший такой. Да, ездишь. На рыбалку. Платную. А ты помнишь, что мы смотрели, это рыба-то, рыба-то, помнишь? Вообще она кишила вся. Жить. Платная рыбалка. Ладно, все, ладно. Ладно, ребятки, будем заканчивать. Всем огромное спасибо, кто с нами поужинал. Вот, иногда нужно отмечать даже вот какие-то мелкие события, чтобы просто немножечко себя порадовать, побаловать и вознаградить за силы, страдания и терпения. Вот я себя вознаградила за терпение. Я сегодня сделала себе красивые ресницы. И, кстати, красивые ресницы? Все, нормально. Я как сдую тебя. И за то, что я две недели уже безвылазно за Вовчиком ухаживаю. Не две, а одну. Две. Две. Одну. Давай. Все. Мы будем здоровы, счастливы и счастливы. Все, ребятки, всех любим, всех целуем. Пока-пока. Здоровья вам, счастья. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok